Доклад Вадима Вячеславовича Макарова «Учение живой этики о проблемах распознавания своей кармы, смирения или борьба». Понятие кармы является основополагающим философией живой этики. В нашем сообщении мы коснемся жизненно важной, практической проблемы распознавания ситуаций, о которых сказано «С кармой бороться нельзя, и с кармой можно бороться и нужно». Постараемся кратко осветить четыре вопроса. Являются ли противоречием вышеприведенные суждения? Какие смыслы содержатся в понятии кармы в каждом случае? Какие действия и качества духа соответствуют этим утверждениям? Как различить эти ситуации? Каждый раз, встречая слово «карма», следует задуматься, в каком контексте оно употреблено, какой смысл в него вкладывается, чтобы адекватно вместить свое сознание. Обратимся к первому положению. С кармой бороться нельзя. Приведем примеры подобных высказываний из первоисточников. А я говорю, «Карме судьбе не противьтесь». Восстание против кармы бесполезно, ибо результатов не даст, но только отяжелит испытание. Неизбежного не избежать. Здесь говорится о так называемых железных цепях кармы, с которыми и бороться, и уклониться от которых бесполезно и вредно. Здесь в содержании кармы можно выделить три аспекта. Первый. Карма, как всеобъемлющий космический закон. Второй. Определенный комплекс зрелой неизбежной кармы, то есть последствия своих прежних действий, которые мы должны принять и осмыслить в текущей жизни. Иначе говоря, необходимо заплатить свои кармические долги, извлечь уроки, приобрести определенные качества. К неизбежной карме могут относиться, например, семья, в которой мы рождаемся, национальность, пол, наследственные и врожденные заболевания, определенный набор родственников, друзья, враги и все, с кем человеку суждено судьбой, пойти в соприкосновение. Третий аспект. Карма, как выполнение своего базового жизненного, и профессионального долга, своих обязанностей, дхармы. Например, долг родителей перед детьми, соответственно, долг взрослых детей перед родителями, долг гражданина перед родиной, воинский, служебный долг и так далее. Рассмотрим такие кармические обязательства на примере трудной жизни Бориса Николаевича Абрамова и его духовной ученицы Натальи Дмитриевны Спириной. На руках у Бориса Николаевича была тяжелобольная жена, а у Натальи Дмитриевны пожилая мать. У обоих очень сложно решался квартирный вопрос. Вернувшись в Советский Союз, семья Абрамовых много раз меняла место жительства. Только в Веневе их было четыре. Переезды были вызваны стремлением Бориса Николаевича облегчить учить жены, страдавшей от малейшего шума, и необходимостью спокойной обстановки, требующейся для ведения записей. Однако каждый переезд не оправдывал надежд и давался Абрамовым очень тяжело. Вспоминая свой пережитый опыт, Борис Николаевич писал Наталье Дмитриевне «От переезда очень устали, и когда придем в себя, не знаем». И далее. Как сложится наша жизнь теперь, не знаем. В тот переезд я радовался, но оказалось, что радоваться было нечему. Переезд на новую квартиру, видимо, потребовал всю мою 70-летнюю энергию. Еще строки из письма Абрамова. Тоже наука жизни. Нина Ивановна мучается бессонницей ввиду нарастания звуков. Под окном каждое утро школьники на машинах собираются. Часа полтора на уборку и сидят под окнами и шумят, как это вполне естественно для детей и молодежи. Часто на ночь во двор приезжает грузовик. Утром в семь заводит, воняет бензином, гремит и уезжает. За стеной с одной стороны радио, с другой припадки больной старушки и временами разговоры всю ночь и хлопоты. Так что Нина Ивановна у меня весьма страдает, но не хочет слушать и примириться с неизбежностью, так как не спать тяжко. А это уже пишет Нина Ивановна Абрамова Наталья Дмитриевна. Борису Николаевичу мешают работать по утрам. От напряжения у него получается сердцебиение. Какая же тут работа, сами понимаете. А ведь если бы эта проклятая радиоточка была бы подальше от нашей стены, у выходной двери, ведь она так бы не била в нашу квартиру. Но все против. Из другого письма. Знаю и чувствую, мой дорогой друг, что вам очень трудно и тяжко. Каждый день молюсь за вас, как и за всех близких. Трудно сложилась и наша жизнь. Из переезда на новую квартиру ничего не получилось. Как говорится, из огня до в полымя. Сколько сюрпризов, что только хвораешь, а жизни нет. Каждый день мучительно задаю себе вопрос. Что это? Наша ли ошибка, допущенная нами, или непреодолимая рука судьбы? Интересно, что думаете вы? Может, что-либо увидите во сне? Непременно напишите. В письмах Бориса Николаевича Абрамова к Наталье Дмитриевне читаем. Слово «безысходность» не совсем точно выражает положение. Правильнее было бы определить его, как железную руку судьбы, которая не отпустит, пока не закончены с нею расчеты. Это касается как вас, так и нас. Мы тоже чувствуем резко эту невозможность изменить создавшееся положение. Вы прикованы к больной матери. Я не могу оставить больную Нину Ивановну. Но в этой схожести есть и утешение. Оно в том, что, видимо, надо пройти именно через определенные условия и именно побыть под дамокловым мечом, как чужой грубости и бессердечности, так и пройти через горнила собственных переживаний. И притом не теряя равновесия, что самое трудное, так как, казалось бы, человек, будучи терзаем обстоятельствами, имеет право на то, чтобы переживать, расстраиваться и хворать. Когда мы в квартиру приехали, было одно радио. Потом появилось другое за другой стеной. Потом баян сперва за одной. Потом второй за другой. Потом телевизор сперва за одной, потом за другой. Потом ребенок сперва за одной, а потом и за другой. И еще что-то, что и не знаем. Словом, судьба осаботилась полностью. Не знаем, когда и за какой стеной появится очередное терзание. Вот то же самое и у вас. Но все же кончается все. Когда, спросите вы. Думаю, что довольно скоро, но как, не знаю. В том-то и счастье, что в этом, лучшем из миров, рано или поздно кончается все. Как, например, кончились ваши терзания с домом и совершенно ушли в прошлое. Так кончится и все, что так яро отягощает сейчас. Эти отягощения нужны, чтобы возрасти духом на каждое и выйти победителем себя. А что здоровье страдает, так ведь, если подумать о многих других людях, то они еще более тяжко страдали. Трудно мириться с болями, причиняемыми жизнью и болезнями. Но и через это приходится проходить. В конце своего земного пути Борис Николаевич писал Наталье Дмитриевне. Судьба, лишая одного, возмещает старицей другим. И это другое. Уже ни за что не променяешь на то, чего лишила судьба. Судьба часто больно бьет тех, кого любит. И еще. Я в своей личной жизни замечал, что когда жизнь особенно отягощала, мысли становились особенно плодовитыми. Как бы компенсация за то, что приходится претерпевать. Так что, хоть вам и тяжело, но слишком уж не горюйте. Было бы много печальнее, если бы счастливая, безоблачная и беспечальная жизнь нужного опыта бы не дала. Ведь с чем-то надо прийти, когда придется подводить итоги жизни. Когда за все уплачено сполна, можно радоваться будущему. Благодаря пояснениям великого учителя раскрывается глубинный смысл подобных суровых испытаний. В гранях Агни-йоги читаем. Хорошо духом понять полезность каждого проходимого испытания, чтобы извлечь из него даваемый каждым урок. Если оно не понято и урок не извлечен, оно повторится снова и снова, пока урок не будет усвоен. Быстрота испытаний зависит от этого условия. Даже целые жизни даются повторно для прохождения вещей, не усвоенных ранее. Хороший ученик внимательно и напряженно стремится понять очередную задачу и извлечь из нее все, чему может она научить. Недовольство, сетование и самотерзание даваемыми жизнью испытаниями только отягощают сознание, ничего не давая взамен, а лишь углубляя и усиливая проходимое испытание. Противодействие к карме нецелесообразно и бесполезно. Кроме ненужных мучений оно ничего не дает. Умение спокойно, с улыбкой и красиво встречать волны противных явлений дается опытом жизни. Человек предполагает, но располагает карма, а с кармой бороться нельзя. В известных пределах можно сделать все, что возможно, но дальше начинается область кармическая, которая воздействию воли обычной не подлежит. Следует очень резко очертить линию кармической непреложности, чтобы не тратить напрасных усилий на ее преодоление. Но все остальное поддается воздействию воли. В 2000 году с высоты своего жизненного опыта Наталья Дмитриевна Спирина так ответила на заданный ей вопрос, как очертить линию кармической непреложности. «Бывают такие обстоятельства, — говорит Наталья Дмитриевна, — которые ничем и никак исправить нельзя. Например, человек рождается горбуном — это же карма, которую ничем и никак не преобороть. Или какие-то у него особенности или недостатки, или болезни, или обстоятельства жизни. И мы смотрим, что можно преобороть, а что нет. Бывают какие-то очень тяжелые для человека родственные связи, которые он преобороть никак не может. Карма ему не позволяет бросить родителей, которые ему могут очень досаждать. Или детей, или мужа, который нуждается в помощи. Мало ли какие бывают обстоятельства. Или человек хочет жить в одном месте, а ему надо жить в другом, там он полезнее. Значит, за это тоже была бы карма, если бы он нарушил это, и жил, и действовал не там, и не так, как нужно было бы. Таким образом, в живой этике утверждается, что пока кармические энергии не будут исчерпаны, освободиться от такого рода кармы будет невозможно. Поэтому в качестве правильной реакции на такие жизненные сложности учение предлагает не уклонение и бегство от них, а принятие неизбежности, примирение с ними, в этом состоит преодоление и сживание такой кармы. При этом неверно воспринимать примирение, как пассивное отношение. Нельзя опускать руки, впадать в уныние. Необходима активная внутренняя работа. Освобождение наступает тотчас же, как только уплата произведена, сказано в гранях Агни-йоги. Итак, в ситуациях кармической неизбежности требуются следующие действия и качества духа. Терпение, стойкое принятие тягот судьбы, сохранение равновесия духа. Понимание и извлечение из жизненных обстоятельств нужного урока. Смирение личного начала, страстей, амбиций, отказ от задуманных планов. Неосуждение и прощение тех, кто причинил нам зло и страдания. Рассмотрим второе утверждение. С кармою можно бороться и нужно. Приведем соответствующие высказывания изучения. Цепи кармы надо снять. Мы спешим заканчивать кармы, чтобы освободить быстрое судно от излишних канатов. Сами кармические условия гнутся под молотом воли. Здесь подразумевается прошлое, неблагая карма. В живой этике утверждается необходимость решительной борьбы со своим кармическим несовершенством, отрицательными качествами, неверными установками мышления, ложными ценностями, невежеством. Много сказано в учении о борьбе с несправедливостью, об активном преодолении препятствий на пути совершенствования себя и окружающего мира. В качестве яркого примера борьбы приведем ответ Натальи Дмитриевны Спириной на вопросы. Один человек рассказывал, что когда на него напали, у него возникла мысль, вот и плати по карме, и он не сопротивлялся. Правильно ли он поступил? Ответ Натальи Дмитриевны. Согласно учению жизни, надо бороться до конца. Если это карма, ее все равно не поборешь, и тебя и забьют, или кошелек отнимут. Бороться надо до конца. Карма преодолевается в борьбе. Ведь карма – это действие, значит, надо и расплатиться каким-то действием за отрицательное действие в прошлом. На вас напали, чтобы сумку отобрать. Вы отчаянно сопротивляетесь и побеждаете. А если скажете, это карма, забирай мои последние деньги. Нет, мы так не можем и должны бороться. Если это карма, она никуда не денется. Все равно это произойдет. Далее Наталья Дмитриевна говорит, я столько вожусь с моим здоровьем, это вы очень хорошо знаете. А если я скажу, это моя карма, это же неправильно, я должна бороться до победного конца. Если это карма, тогда никакие врачи мне не помогут. А если нет, значит, я сделаю все и своего добьюсь во имя дела, потому что надо работать пока еще, и значит, надо бороться. В гранях Агни-йоги отмечается весь прошлый уклад жизни, все привычки, слабость и ошибки, все это встает на защиту кармического прошлого. Но тот, кто идет в будущее и решил с прошлым покончить, тот силу и устремление разбивает оковы прошлого и побеждает в этой борьбе волей свободной с прошлой кармой своей. В ситуациях борьбы с неблагой кармой требуются следующие действия. Решительное и целенаправленное изменение обстоятельств своей жизни, искоренение пороков, борьба с болезнями и слабостями. Соответственно, здесь особенно необходимы такие качества Духа, как активность, упорство, мужество, напряжение Духа, бесстрашие. И еще. Обратим внимание на важный момент. Несмотря на противоположность двух рассматриваемых ситуаций, существует то, что их объединяет. Это, во-первых, цель, которой стремится человек, и которая состоит в освобождении от кармы, препятствующей его духовному восхождению. Во-вторых, это ключевой метод решения ситуации, который заключается в преобразовании своего сознания, преодолении себя. В гранях Агни-йоги подчеркивается, с кармой можно бороться, но не отвергая ее, а преодолевая. В преодолении заключается победа над кармой, и заключается она в победе над собой. Способы же освобождения, как мы видим, имеют свои существенные отличия. Коснемся теперь критериев распознавания ситуации, когда можно бороться с кармой, а когда нельзя. В жизни есть очевидные случаи, однако как быть в трудноразличимых, спорных ситуациях? Например, нелегкое, но нужное дело, близкий, но тяжелый человек, сложные обстоятельства жизни, длительная болезнь, социальная несправедливость и так далее. В учении живой этики подчеркивается, что готовых однотипных рецептов на все случаи жизни не существует. Человек должен признать наличие двух способов разрешения сложных условий жизни. Первый – борьба, преодоление, и второй – примирение, принятие. В земной жизни оба подхода диалектически совмещаются. При распознавании ситуации и выработке стратегии поведения важно учитывать несколько принципиальных моментов. Осознание доводов разума и чувств в сердце, опора на свой жизненный опыт, обращение внимания на внутренние тонкие знаки. Принятие решения, исходя не из сугубо личных интересов, желания благополучия, удовольствий, выгоды, не из своих привязанностей, предпочтений и слабостей, а из стремления к самоотверженному пути, в котором превалируют идеи общего блага, красоты и справедливости. Понимание правила, что если ситуация, в которой оказался человек, касается общего блага, созидания, а не эгоистических желаний, то сколь бы ни была тяжела борьба, но в момент предельного напряжения собственных сил можно надеяться на помощь свыше. Следовательно, какими бы внешне безысходными ни казались условия, мы должны продолжать в них борьбу за правое дело. Как утверждала Елена Ивановна Рерих, настойчивость, твердость и действия даже против очевидности в правом деле всегда принесут победу. Еще один момент. Готовность воспользоваться жизненным опытом духовно утонченных людей, прислушаться к их советам. И универсальным методом является следование учению жизни, развитие разума и палитры духовных качеств, очищение сердца. Елена Ивановна Рерих, зная тяготы, окружавшие Бориса Николаевича и Нину Ивановну Абрамовых, и предвидя предстоящие им суровые испытания, напутствовала их. Карма изживается не в довольстве и в окружении только друзьями, но на встречах с обиженными нами и ставшими недругами нашими. Без изживания кармы или значительного погашения ее трудно подойти близко к служению и великим наставникам. И, конечно, чем ближе окончание пути, тем больше нагромождений для изживания встречаются нами. Как подытоживание успешного прохождения своей жизни, совсем не очевидного для постороннего взгляда, Борис Николаевич запишет слова духовного учителя. «Жизнь сложилась очень удачно. Можно усмотреть, как все шло к освобождению духа от всех земных привязанностей, могущих задержать его восхождение. Во всем была капля яда, привкус горечи, болезни утончали тело и восприятие. Отсутствие личных успехов не создавало магнита притяжения для чистолюбия. Все, решительно все направляло дух по пути сужденному к фокусу сосредоточения должного». В письмах и записях Бориса Николаевича Абрамова, в беседах Натальи Дмитриевны с Пириной раскрывается бесценный опыт преодоления жестких, порой невыносимых кармических обстоятельств, которые они побеждали достойно, стойко и мужественно. А главное, они неуклонно продвигались по тернистому пути духовного совершенствования, утверждая освобождение духа. Об этом свидетельствует сама их жизнь, высокое творчество и многоплановые результаты их деятельности, масштаб которых нам только предстоит оценить в будущем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok